У ребенка родители пьют, информация в опеку не направлена, опека о нем не знает, ребенок употребляет наркотики, нарколог о нем не слышал. Что за программа, если с этим ребенком никто не работает? Где координация со стороны комиссии? Если информация поступила о том, что ребенок где-то был задержан сотрудниками полиции в нетрезвом виде, естественно информация сразу к нам приходит в комиссию. То есть мы с этого момента начинаем проводить эту работу. В растущем числе рецидивистов среди несовершеннолетних преступников Ирина Колотенко, старший помощник прокурора Курганской области, обвиняет городскую комиссию по делам несовершеннолетних. По ее мнению, формальное отношение членов комиссии к координации органов профилактики негативно влияет на общую численность малолетних преступников в городе. К сотрудникам Курганской полиции у прокуратуры также возник ряд вопросов. Увеличение преступления категории, совершенной повторно, в основном отмечается на территории обслуживаемого опа номер 1 и на территории обслуживаемого опа номер 3. Хотелось бы все-таки потребовать от органов внутренних дел активизации работы по проведению доследственных проверок, по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления, а также к склонению к употреблению наркотических средств. За 9 месяцев 2015 года в Кургане зарегистрировано 173 преступления, совершенных 105 несовершеннолетними. Численность малолетних преступников возросла почти на 20% по отношению к показателям прошлого года. Больше чем в полтора раза выросло число тяжких и особо тяжких преступлений указанной категории. В их числе одно убийство, два преступления с причинением тяжкого вреда здоровью и четыре разбоя. В два с лишним раза возросло число групповых преступлений. Особую тревогу вызывает рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Их стало больше на 70%. Сегодня на учете в УВД состоят 24 подростка, которые повторно совершили более полусотни преступлений. На учете в уголовно-исправительных инспекциях состоят 30 несовершеннолетних. Результаты проверки городской комиссии показали. На некоторых из малолетних рецидивистов в архиве не нашлось достаточной информации. Но и та, что имелась, своевременно в надлежащие органы направлена не была. 17-летний подросток более 4 лет состоял на учете в полиции. Сначала из-за совершения уголовно наказуемого деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. А в 2014 году уже дважды был осужден условно. В результате, по причине безнадзорности и отсутствия занятости в школе и в учреждениях доп. образования, этот подросток 17 августа текущего года с особой жестокостью совершил преступление сексуального характера и убийство. Потерпевшая умерла. Смерть женщины можно и нужно было предотвратить, уверены представители надзорного органа. Сведения об отбившемся от родительских рук юноши нужно было направить и в организации, занимающиеся досугом подростков, и в медицинские учреждения, лечащие от наркомании, и в УФСКН. Тогда трагедии не случилось бы. Не обратить внимание на прогулы уроков, ночные гуляния и отсутствие хобби у ранее судимого юноши все равно, что толкнуть его на преступления, уверены специалисты. Юлия Смородина, Глеб Печорских, Лидия Когородцева, информационное агентство Курганру.